Приветствую вас на первом циничном канале и сегодня я хотел бы перечислить пять основных факторов, которые необходимо помнить в период распространения коронавирусной эпидемии. Ну, по крайней мере, средства массовой информации утверждают, что эпидемия распространяется, поэтому будем исходить из этого. Итак, пять основных факторов, потому что смотрю на людей, как-то многие забывают, а мне кажется, вот это забывать не стоит. Но начнем. Фактор первый. Вы, как простой человек, если вы не являетесь медиком, если у вас нет спецоборудования для проведения тестов, лично не можете получить информацию о зараженных коронавирусом. Вы ее получаете только от медицинских работников. То есть просто человек, вот простой, смертный, не может подойти к другому и сказать, определить, заражен он или нет. То есть там какие-то пятна, например, были бы, или не знаю, как открытый перелом. Это можно определить, не будучи медиком. Ну, кость торчит, да, там, не дай бог. Ничего такого нет. То есть для того, чтобы получить информацию, заражен человек или не заражен, нужны специальные медицинские знания и, судя по всему, специальное оборудование, там, тест и так далее. Короче говоря, простой человек получает информацию только через медиков. Вот это нужно первое помнить. И тут же нужно помнить, что такое медик. Не все медики, ни в коем случае, но в том числе, какие бывают медики. Было очень много новостей в средствах массовой информации о том, какими они бывают. Ну, например, что иногда в результате медицинской экспертизы шестилетний мальчик признается в стельку пьяным. Вот машина давит мальчика, погибает ребенок и признается в результате экспертизы пьяным. И причем очень долго так упорно признается. И только после уже резонанса, серьезного резонанса по делу, экспертизу отменили. И даже эксперта там к небольшой ответственности привлекли. А так, в принципе, такое бывает. Медики, это российский медик, да это российский медик. То есть, вот бывают такие случаи в медицине. Не так давно я публиковал несколько роликов, где призывал бороться с приписками, туфтовыми приписками медицинских услуг. Я показал, сие есть доказанный факт, скажем так. Я показал на своем примере, я даже письмо показывал, как я выявил приписки туфтовых медицинских услуг. Вот на собственном примере. Было письмо от страховой компании, где было признано, официально признано в результате проверки, что услуги туфтовые, ничего, они не оказывались. И, соответственно, медицинская организация, две целых, две медицинские организации были привлечены к ответственности, к финансовой. Сейчас я эти же письма там в прокуратуру направил. Так вот, я призывал вас тоже выявлять туфтовые услуги. И если посмотреть комментарии под этими роликами, то процентов, наверное, 60 тех, кто попытался проверить медицинские услуги и поделился опытом в комментариях, процентов 60 комментаторов написали, что выявил туфтовые услуги. Там же, кстати говоря, в этих комментариях появились люди, я не знаю, кто это, появились комментаторы, которые, представившись медицинскими работниками, либо людьми, близкими к медицинским работникам, сказали, что, иоганн, а что плохого? Зарплату у врачей маленькие, они начали оправдывать врачей. Зарплату у врачей маленькие, они крутятся как могут. То есть делают приписки, в том числе, чтобы хоть что-то получить по страховой медицине. Уж является ли это правдой, не является, просто такое было. Можете почитать комментарии. Не так давно я эти ролики делал. Ну вот, на себе я конкретно документально подтвердил факт приписок. Надеюсь, что и многие из вас это сделали, потому что я призывал, говорю, пишите, если выявили туфтовую услугу, пишите. И, соответственно, да, мне писали, комрады, что направили обращение. Сейчас вот многие еще ждут результатов. Но, тем не менее, вот у себя я выявил. То есть тоже нужно не забывать, что факт приписок, ну, по крайней мере, вот на моем примере был доказан. Приписки случаются. То есть информация медицинская иногда оказывается недостоверной. Вот это нужно помнить. Что такое врачи? И вообще, как бы подумайте, вот ваш личный опыт общения с российскими врачами, он какой? Как бы вам вот так по наитию казалось, может ли там быть недостоверная информация медицинская? Или же нет, например? Вы считаете, что врач это практически святой человек, что информация вся будет достоверная? Думайте сами, решайте сами. Я ничего не утверждаю. Во многом это ваш опыт. Вот еще раз советую обязательно найти список медицинских услуг, которые вам оказывались, посмотреть их на достоверность и в случае выявления недостоверных обращаться, ну, писать, что, соответственно, эта услуга не оказывалась. Для начала в страховую компанию. Так вот, информацию вы получаете от врачей. Дальше, второй момент, что нужно помнить. Что, ну, по крайней мере, новость была, опять же, я точно не знаю, но новость была, недавно смотрел, что лечение одного коронавирусного больного стоит достаточно дорого. Исходя из этого, я могу судить, что оно стоит дороже, чем лечение обычного, там, ОРВИ или там ОРЗ, это, по-моему, заболевание, да, ОРЗ. Потому что по себе я посмотрел на собственном примере, сколько стоит, вот как раз, когда я обращался с ОРЗ, сколько стоят вот эти медицинские услуги, которые мне оказывались, там очень дешево. Там буквально по 30, по 80 рублей прием. Я думаю, что тесты даже стоят намного дороже по коронавирусу. То есть, если вдруг допустить, я не говорю, что это возможно в нашей стране, где так вольно дышит человек, но если допустить, что врач может руководствоваться желанием сделать туфтовую приписку, ради получения денег по страховой, вот как на моем примере это было доказано, то все-таки, наверное, более разумно делать более дорогую приписку, чем более 30-рублевую какую-то. То есть, как мне видится, лечение коронавируса, оно намного дороже все-таки, чем какого-то обычного заболевания. Вот это тоже нужно помнить. Я ничего не утверждаю, просто это факт. Это факты, которые нужно помнить. Третий момент. Третий момент, это тот факт, что вы даже от врачей информацию напрямую не получаете. Лично вы получаете информацию от средств массовой информации. То есть, средства массовой информации ссылаются на врачей, но у вас нету даже возможности получать медицинскую информацию напрямую. Вы черпаете информацию с СМИ, средств массовой информации. Что такое российские СМИ? Думайте сами, решайте сами. Бывает ли там недостоверная информация, или же исключительно достоверная. То есть, когда вы слышите вот эти истории про распятых мальчиков на Донбассе, вы сами решайте, что это такое. Это зверская украинская хунта, которая мальчиков распинает, которые, кстати говоря, потом, кажется, появляются живыми. Или же это что-то еще, или же это действия средств массовой информации. Сами решайте уровень честности российской журналистики, российских средств массовой информации. Потому что вы получаете информацию именно от них. Вот это тоже нужно помнить, что вы лично не получаете. Вы получаете через СМИ со ссылкой на врачей. Вот этот фактор. Я к себе даже накидал. Дальше. Да, это уже третий фактор. Дальше. Необходимо просто постоянно помнить, может быть, даже черпать информацию, изучать информацию о смертности. Вообще смертности как явление. Смертность существует не только от коронавируса. Есть другие причины, по которым люди умирают. Просто сравнивать смертность, показатели смертности. Сколько людей умерло, допустим, от туберкулеза, от каких-то других заболеваний сердечно-сосудистых, онкологических. Желательно просто это периодически освежать. Вот эту информацию. Мементо Мора, как говорится. Помни о смерти. Освежать информацию и сравнивать ее, например, с количеством умерших от коронавируса. По крайней мере, опять же, с той информацией, которая подается вам через средства массовой информации. Необходимо вот это сравнивать. Посмотрите несчастные случаи, ДТП, пожары, отравление алкоголем. Что еще? А самое главное, онкологию и еще более сердечно-сосудистые заболевания. Посмотрите цифры за периоды и сравните их. Вот это тоже просто как бы фактор. Ну и последний, пятый момент, который я бы хотел, чтобы вы помнили. Обратите внимание на очень жесткое сейчас установление наказаний за фейки. Так называемые фейки о коронавирусе. То есть практически любая информация отличная от той, которую вам подают через официальные СМИ, признается фейком и, соответственно, жесточайше наказывается. Ввиду чего я не все, скажем так, свои соображения могу озвучивать. Чтобы не подпасть вот под эти нормы. Просто задумайтесь. Опять же, я ничего не утверждаю. Думайте сами, решайте сами. Почему так ограничивать альтернативную информацию? Почему? Ну, наверное, для того, чтобы была только правда исключительно. То есть естественно, что государство, официальные средства массовой информации в этом нет никаких сомнений. Только правду говорят. И, наверное, хотят оградить от абсолютно мусорной информации людей. Подумайте. Или, может, какие-то другие причины есть. Но самое главное, не забывайте, что очень сильно альтернативную информацию, ну, исключительно из лучших побуждений, ограничивают. Вот пять моментов, которые нужно знать обязательно и помнить о коронавирусе. Продолжение следует... Продолжение следует...